всем привет сейчас чуть-чуть подправлю чтобы получше было видно мое личико значит канал мой о коксоартрозе о всяких суставных заболеваниях поскольку я сам обладатель эндопротеза на левой ноге а на правой ноге у меня коксоартроз второй степени вы видите меня в зеркальном отображении потому что я снимаю обратной камерой поэтому левая нога у меня здесь правая нога у меня здесь вас наоборот разговор сейчас не об этих ногах разговор сегодня о тех популярных вопросах и темах которые возникают вокруг артрозов артритов темы которые очень такие уже избиты и постоянно заставляют ваш мозг шевелиться что-то искать внутри себя какие-то решения на вот этот шаг который вам предлагают ну предлагают вообще люди будем так сказать непонятные люди то есть вот не сказать что это врач не сказать что это шаман или вот просто дядя федя проголодал 40 дней и избавился от болей в суставах вы можете услышать такую информацию или николай петрович слесарь инструментальщик голодал 50 дней и у него перестал болеть тазобедренный сустав или татьяна николаевна сизифов на которая живет в туле она проголодала 15 дней и избавилась полностью от косточки которую не у нее росла на большом пальце правой ноги и вот эта чушь которая повторяется и постоянно угнетает ваш мозг при вашем хроническом заболевании коксоартроз или еще хуже асептический некроз или это все вместе происходит при ваших каких-нибудь болезнях еще там со щитовидкой связаны или с гипертонией и вы для себя думаете а вот может быть в этом смысл есть вот может здесь сокрыта великая тайна вы начинаете листать материалы черпать все это в интернете и там написано до голодания это стресс для организма который заставляет перестроить его на новые рельсы включить его заново после того как все токсины выйдут из вас после определенного количества дней вы очиститесь организм начнет ну хорошие там бактерии начнут бороться с плохими они в конечном итоге победят и вы будете иметь новые кости новую кожу у вас будут расти по-новому волосы и хрящевая ткань у вас регенерируется ну можно еще сюда добавить научных фраз несколько рассказать о какой-либо статистике которой нигде нету и вы будете чувствовать что вы уже вот именно в этой секте вы уже хотите прямо завтра начать голодать я хочу сказать вам что я не против голодания абсолютно не ханжа и считаю что в голодании есть большая польза но польза какого плана то есть человек мы мы как люди живущие на земле мы должны управлять своими страстями я подхожу с точки зрения но философии такой да мы должны уметь себя держать в дисциплине мы должны регулировать свою похоть свои необъемные желания и в этом плане голодание это прекрасное упражнение прекрасное самовоспитание для того чтобы избавиться от каких-то порочных мыслей это голодание связано конечно но будет связано без обязательно с медитативной практикой и после там у каждого свой срок голодания кто-то голодает на постоянной основе я не сомневаюсь что для относительно здорового человека здорового человека не существует всегда есть какие-то побочки всегда есть какие-то заболевания но в общем то если взять такого здорового человека ну там может гастрит может быть колит там да может быть изжога может быть там немножко сердце стало прихватывать может там ну желчь плохо проходит ну может быть геморрой на фоне там каких-то страданий там депрессии неразрешимых проблем то я согласен что такие вещи как голодание закаливание обливание холодной водой они сыграют положительную роль в самовоспитании в самосозерцании в поиске самого себя здесь больше вот такой философский аспект больше это больше духовная практика духовная практика потому что вы отказываетесь от еды у вас не будет еды да то есть тут не ну то есть физически это вы только должны будете как-то преодолевать это все да то есть чтоб рука не тянулась холодильнику а так в общем то это духовный настрой психологический дух настрой тогда ментальный настрой это все работа с вашей психикой с вашим мозгом с вашим эго с вашим внутренним я что касательно артритов артрозов мое личное мнение мое субъективное потому что если то вы начнете сейчас мне что-то доказывать рассказывать мне вообще-то но не очень интересно потому что у меня есть свое мнение зачем мне вашим честно говоря да я рассказываю для тех кто хочет слушать кого это интересно а кому не интересно и он хочет навязать свое мнение у вас есть свой канал своя страница вы там можете рассказывать так вот с моей точки зрения человек хронически болеющий артрозом отрос это обычно боли которые сопровождаются но на протяжении в среднем 7 10 15 лет если мы говорим про кокс-артроз то есть люди болеют там и по 30 лет если мы говорим про асептический некроз и вот у меня 7 лет это заболевание было да вот я на нем к на нем ходил в асептическом некрозе кто-то может 10 лет 12 лет ну я больших сроков не слышал вот потому что процесс отмирания то он достаточно быстрый а с кокс-артрозом можно ходить до конца жизни но в любом случае суставное заболевание для вас является стрессом хотите вы этого не хотите это стресс то есть у вас есть хроническая воспалить его хронически воспалительные процессы которые блуждающие боли в разных в разных ногах там естественно у вас перекосы больная спина то есть артроз подразумевает под собой стресс для вашего организма и теперь вы на этот стресс накладываете другой стресс то есть вы думаете вот значит утром вы думаете пойти купить биологические добавки какие-то хондропротекторы там глюкозамин хондроитин баночку коллагена потому что вы услышали что все это помогает а днем вы думаете начать голодать начать голодать и и вот тут внимание ключик просто раскрывался вы как любой прагматик как практик как человек опять же живущий на на нашей земле и все вокруг материально вы про себя думаете что лучше купить хондропротекторы купить коллаген так это мне нужно значит три месяца его пропить это будет стоить там пределах пяти семи тысяч хорошо запомнили или я после обеда начинаю голодать на 15 дней ухожу голодовку сколько я сэкономлю денег я сэкономлю эти пять семь тысяч которые я хотел потратить на трехмесячный курс хондропротекторов и я еще сэкономлю на идея не буду кушать ничего вот он допинг да вот она мотивация для принятия решения голодать или не голодать ноги в последнюю очередь ноги в последнюю очередь потому что вы не вы не осмысливаете тех процессов которые вы услышали или прочитали где вам рассказывали о том что происходит там на какие-то сутки регенерация что там желудок кишечник мочевая мочеполовая система все очищается вы становитесь кристальными как новорожденный ребенок у вас там переформатируется днк у вас там начинаются стволовые клетки обновляться или давать рост тем клеткам которые нужны для производства того же хондротина или коллагена и вы думаете как это все понять да никак вам не понятно вы просто понимаете что голод это никаких вложений хондропротектор это вложения тренировка это физическое утомление ну и плюс если в мою группу вы еще в месяц будете платить 530 рублей это большая сумма поэтому лучше голодать чем платить покупать и есть то есть это везде деньги это самая первая мотивация которая у вас приходит подсознание вашу голову все остальное потом и вот вы делаете сразу на свой стресс который по ну а у людей у которого представьте среднестатистический коксоартрозник спать не может он воет от боли он надо обезболивающих ему говорят теперь ты еще будешь голодать представляете что у человека в голове внутри происходит если но он соглашается да и на фоне вот этих всех болей он начинает еще и не есть элементарно перестает себе добавлять ну я не говорю о чистоте обменных процессов потому что у больного человека все наверняка уже нарушен и кишечнике желудок потому что при коксоартрозе при смешанном питании идут автоматические нарушения если мы возьмем среднее такого зрелого человека который уже прожил достаточно много там ну 50 60 лет у него здесь все не в порядке и и ну и так плохо переваривается пища и так идет плохо расщепление на аминокислоты на минералы на всевозможные витамины а тут выгода вам говорят не кушай и ты будешь здоров ну логика какая да то есть первый кто голодал хотя бы три дня знает что в первый второй день ну первый день еще как то можно потерпеть но второй третий день это это невероятный стресс это просто ты метаешься по квартире так дело в том что были имитаться то не можете вы сходите плохо у вас боли вместо того чтобы тренироваться с разумной головой с хорошей психикой вы начинаете суетиться вы в депрессии находитесь у вас тут нога болит вы еще голодаете и еще нужно проголодать там сколько вы решили семь дней вы на третий день думаете что я придумал для себя какой ужас в какую яму я попадаю в эту депрессивную что со мной сейчас будет что с вами будет ну вас больницу скорее всего отвезут вас потом положат под капельницу вам начнут насильно вводить глюкозу вам начнут насильно вводить соль для того чтобы вы как-то жили раз вы отказываетесь от пищи вас просто привяжут наручниками будут вам вводить потому что вы и так вы обезвожены вы без сил у вас нету никаких мотивации к жизни вы уже только до туалета если доползаете это хорошо ну вот я такую картину страшно нарисовал дело в том что я в своей жизни не раз голодал знаю ну в молодости да то есть когда занимался восточными единоборствами очень увлекался восточными практиками всевозможными я испытывал это состояние там ел и пророщенную пшеницу и сидел на голоде я знаю те ощущения но я был молодой и здоровый и то я понимал что я сейчас просто я выступал на соревнованиях ходил на спарринги и просто голодным идти на спарринг это просто ну нет смысла понятно что тебя снесут сразу поэтому прежде чем вы принимаете решение подумайте у себя в голове поскладывайте что вас толкает на это решение здравый смысл или безрассудство что вам нужно сэкономить деньги на на еде там или на бадах или же вы действительно думаете что вы регенерируете свою хрящевую ткань я вам сразу скажу сразу даю вам 250 процентов у меня в группе через мою группу прошло более полутора тысячи человек там были такие голодающие никакой регенерации хрящевой ткани не произойдет ни через 7 дней голодовки ни через 15 дней голодовки ничего не произойдет а только ухудшится ваши ноги станут слабые дряблые те мышцы которые у вас деградировали они станут еще слабее ваша ягодица вообще пропадет и ваше состояние будет ну а витаминоз у вас не будет витаминов у вас не будет минералов в вашем теле ничего не будет чтобы поддерживать вашу нормальную жизнедеятельность ну а дальше сами думайте сами думайте что вам принимать как вам жить и что делать если захотите со мной тренироваться ссылка будет здесь в описании адрес моих контактов куда вам надо написать в личные сообщения пока с вами тренер Хапаев я пишу 2 1 5 5 6 Продолжение следует...